МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучший друг для своих кораблей и самый страшный враг для судов противника. Так говорят о воздушных силах флота. Их история началась столетия назад и продолжается сегодня. Морская авиация в фильме «Оружие». С появлением первых летательных аппаратов человечество стало задумываться об их военном применении. В России эта инициатива исходила от военно-морского ведомства. 30 января 1910 года в Санкт-Петербурге состоялось собрание членов особого комитета. Этот орган был создан специально для пополнения русского флота после Тусимской трагедии новыми боевыми кораблями. Их планировалось построить за счет добровойных пожертвований населения. Одним из руководителей комитета был великий князь Александр Михайлович Романов, большой энтузиаст авиации. Именно он стал инициатором создания специальных самолетов для нужд армии и военно-морского флота. В результате энергичных действий, предпринятых Александром Михайловичем, Россия, которая в 1910 году не имела собственной боевой авиации, через два года, в 1912-м, выдвинулась в мировые лидеры. Ей пришлось вступить в жесткую конкуренцию с Францией, Англией и Германией. Эти страны в преддверии мировой войны вкладывали большие средства в развитие военного самолетостроения. Особый комитет рачительно относился к собранным деньгам. После выполнения кораблестроительной программы, нацеленной на восстановление боевой мощи российского флота, в его распоряжении остались около миллиона золотых рублей. По настоянию военных моряков и великого князя Александра Михайловича, эти средства были отпущены на создание воздушного флота и морской авиации. Император Николай II одобрил идею, после чего комитет принял решение организовать обучение офицеров армии и флота и других лиц летанию на аппаратах тяжелее воздуха и приступить к созданию запаса аэропланов. В соответствии с этим решением, в марте 1910 года во Францию командировали шесть офицеров. Четверо из них — капитаны Александров и Мациевич, лейтенант Пеатровский и поручик Комаров стали первыми морскими летчиками России. Первые самолеты, способные взлетать с воды и садиться на водную поверхность, появились уже в 1911 году. Работы над созданием подобных машин начались в России одновременно с ведущими европейскими державами. Летающие лодки строили инженеры, которым суждено будет оставить ярчайший след в истории авиации. Яков Гакель, Дмитрий Григорович, Игорь Сикорский. Благодаря их усилиям, первые подразделения морской авиации, комплектованные гидросамолетами М1, М2, М3 и М4, появились в составе Балтийского и Черноморского флотов в 1914 году. Патриархом русского гидросамолетостроения по праву считается Дмитрий Григорович. Григорович Дмитрий Павлович, выдающийся авиаконструктор. Годы жизни 1883-1938. С 1912 года работал техническим директором завода Первого российского общества воздухоплавания. После Октябрьской революции занимался также разработкой истребителей. С 1928 по 1931 годы находился в заключении вместе с известным авиаконструктором Николаем Поликарповым. После освобождения стал профессором, заведующим кафедрой конструкции самолетов Московского авиационного института. За два года работы с 1913 по 1915 Григорович создал пять образцов летающих лодок, каждая из которых имела выдающиеся до того времени показатели. Секрет успеха был гениально прост. До Григоровича самолеты ставили на поплавки. Он же, напротив, поставил на крылья лодку. Его двухместный деревянный биплан М-5 превосходил все зарубежные образцы аналогичного класса. Он был построен ранней весной 1915 года, а уже 12 апреля совершил первый боевой вылет. Гидросамолет М-5 оказался очень удачным по конструкции и выпускался серийно вплоть до 1923 года. М-5. Гидросамолет. Летающая лодка. Размах крыльев 14 метров. Длина 8,6 метра. Масса 960 килограммов. Максимальная скорость 105 километров в час. Полезная нагрузка 160 килограммов. Силовая установка. Поршневой двигатель мощностью 100 лошадиных сил. Вооружение. Один пулемет. Калибра 7,62 миллиметра. В М-5 Григоровичу удалось оптимально соединить высокую мореходность корпуса лодки с великолепными летными данными самолета. Взлетно-посадочной площадкой для этого аппарата была любая водная поверхность с высотой волны до полуметра. Днище лодки не прилипало к воде и легко отделялось от нее при взлете. Зарубежные аналоги «пятака», так называли гидросамолет в частях, поднимались в небо только при полном штиле. Морские летчики особенно восхищались тем, что по скорости лодка превосходила многие сухопутные самолеты того времени. М-5 стал основным типом гидросамолета на вооружении русского флота. Всего было выпущено около 300 таких машин. К числу особых свойств летающей лодки М-9 относилась ее способность взлетать со снега и садиться на снег. Зимой 1920 года при большом стечении публики три гидросамолета М-9 провели успешный взлет и посадку на снежный покров центрального аэродрома в Москве. Изначально морская авиация использовалась главным образом в интересах разведки, как средство обеспечения боевой деятельности флота. Первые же месяцы Большой войны показали, что боевые возможности как обычных самолетов, так и летающих лодок намного шире. Крылатые машины стали применять для бомбардировки и обстрела с воздуха вражеских военно-морских баз и судов всех классов. Появились на русском флоте и собственные авианосцы. В самом начале Первой мировой войны в 1915 году один из кораблей Балтийского флота был переоборудован в авианесущее судно «Орлица». На его борту размещалось пять гидросамолетов. В носовой части корабля на его верхней палубе были оборудованы два ангара. В каждом из них размещалась пара гидросамолетов модели М-9. Пятый самолет находился в трюме в разобранном виде. Для спуска на воду и подъема на палубу летающих лодок судно было оборудовано специальными кранами и леберками. Все гидросамолеты имели на вооружении пулеметы и были способны брать на борт авиационные бомбы. Понятно, что первые гидросамолеты имели небольшой радиус действия, а корабли в море нуждались в воздушном прикрытии. Поэтому возникла мысль создать авиационный специальный транспорт с тем, чтобы, взяв на борт несколько гидросамолетов и, входя в один из отрядов кораблей, которые выполняли задачи по обороне или по нанесению ударов по противнику в Балтийском море, Орлица в составе этих отрядов выполняла задачи спуска и подъема с воды гидросамолетов. А гидросамолеты сначала разведывательные функции, а затем функции ударные. Орлица несла машины М-9, самые знаменитые летающие лодки Бельгаруча, очень надежные в эксплуатации, способные нести разведывательную и патрульную службу, а также выполнять бомбометание. Самолет имел хорошее мореходное качество, что позволяло использовать его при сильном волнении. Всего было построено более 500 машин этого типа. М-9 гидросамолет, летающая лодка, размах крыльев 16 метров, длина 9 метров, масса 1540 килограммов, максимальная скорость 110 километров в час, полезная нагрузка 320 килограммов, силовая установка, поршневой двигатель мощностью 150 лошадиных сил, вооружение, один пулемет калибра 7,62 миллиметра, бомбы весом до 160 килограммов. Летающая лодка М-9 могла подвешиваться на стреле, подниматься с воды на корабль и спускаться с него на воду. На различных модификациях М-9 в носовой кабине самолета устанавливали вместо пулемета скорострельную пушку «Эрликон». Это был первый в мире гидросамолет, имевший на вооружении пушку. Оснащался он и радиостанцией, что также было революционным нововведением. 17 сентября 1916 года на М-9 впервые в мире была выполнена петля «Нестер». Пилотировал самолет лейтенант Нагурский. Это достижение было зафиксировано в качестве мирового рекорда. В боевых действиях аппарат зарекомендовал себя хорошим морским разведчикам и бомбардировщикам. Оснащенная пулеметом для воздушных боев, «девятка», по свидетельству ее пилотов, буквально гоняла все немецкие машины на Балтике. Свидетельством тому служат события июля 1916 года. Четыре летающие лодки М-9, которые базировались на авианесущем судне «Орлица», провели над морем воздушное сражение с немецкими гидросамолетами. Бой закончился полной победой русских морских летчиков, которые без потерь сбили два германских «Альбатроса». Благодаря летающим лодкам М-9 компании 1915-16 годов на Балтийском море закончились в пользу русских летчиков, которые успешно отражали налеты немецкой гидроавиации. В годы Первой мировой войны несколько самолетов Григоровича было отправлено в США. Ознакомившись с ними, американцы наладили собственное производство летающих лодок аналогичного типа. К 1917 году роль морской авиации серьезно возросла. Российский военный флот имел в своем составе две воздушные дивизии, одну на Балтике и одну на Черном море. Своё дальнейшее развитие воздушные силы флота получили уже в советские времена. Рассказ об этом в следующем фильме «Оружие». «Оружие»